Когда будет выбран новый председатель? И недавно пошла информация, что должность председателя районного совета депутатов отныне не будет оплачиваться. Так ли это на самом деле? В ближайшее время планируется сессия, она произойдет на следующей неделе. Соответственно, первую сессию созывает глава района по уставу. Но я хочу сказать, что да, сегодня принято решение депутатами о том, что председатель будет работать на неосвобожденной основе. Ну не могу не спросить, коль уж вы заговорили о этом кресле. Скажите, все-таки вы здесь работаете за заработную плату, либо на освобожденной основе? На сегодняшний день я работаю за заработную плату, как вы говорите, то есть на постоянной основе. Скажите, пожалуйста, Наталья Ивановна, долго вас пришлось уговаривать вообще стать председателем Назаровского районного совета депутатов? Нет, пришлось недолго. То есть после того, как прошли выборы, и я была в списке, когда коллеги предложили возглавить совет депутатов, я согласилась. Но в списке вы были только 12-й, а вот никто из 11-ти предыдущих не захотел? Ну, надо познавать что-то новое, поэтому решила попробовать свои силы. Раз коллеги доверяют, надо оправдывать доверие. Скажите, а вы бы согласились работать бесплатно в этом же самом кресле? Угу, такой вопрос. Ну, почему бы и нет? Не все делаете за деньги, скажем так, да? А как вы вообще относитесь к тому, что в районном совете вставал этот вопрос? О том, чтобы перевести председателя на освобожденную основу? Положительно. В связи с чем? Почему вы думаете так? Ну, я не говорю, я не берусь судить сейчас, это лучше или хуже, но что работать, как вы говорите, на постоянной или не на постоянной основе, здесь не решается проблем, здесь ответственностью решается вопрос. Да? Насколько человек ответственный будет подходить к тем или иным вопросам за заработную плату или без. Ну, это ведь еще и вопрос организации работы всего районного совета. Понятно, конечно. Это же ведь время. Время, я все понимаю, но я же шла на этот шаг намеренно, обдуманно, да, скажем. Поэтому для меня не станет вопрос, если это вдруг станет на непостоянной основе. Поскольку вы были и в прежнем составе депутатского корпуса, не могу не спросить, а почему вот в экстренном порядке прошлый депутатский созыв решил все-таки рассматривать этот вопрос? И почему не обратились к уставу? Хорошо, вот такой информации у нас точно не было. Я не знаю, откуда владеете вы ею. Этот вопрос никогда не ставился ни на сессии, ни на комиссии, не рассматривался. Подождите. Галина Владимировна Ампилогова, глава Назаровского района, на телеканале «Пирамида» озвучила, что депутаты такое решение приняли. То есть, получается, без вашего участия? Подождите. А ни на комиссии, ни на сессии такого вопроса точно освещено не было. Поэтому я вам утвердительно говорю, что этот вопрос не рассматривался ни на сессии, ни на комиссии. То есть, вы сейчас говорите о том, что Галина Владимировна ввела всех в заблуждение? Сейчас я ничего не говорю. Вы мне создали вопрос, я на него ответила. Что ни на комиссии, ни на сессии такой вопрос не рассматривался. И вы на этом настаиваете? Настаиваю. Но предполагалось его рассмотрение? Предполагалось. Но рассмотренного не было. Хорошо. Скажите, пожалуйста, депутатский корпус, Назаровский районный совет депутатов, он кому подчиняется? Ну, во-первых, он подчиняется председателю, затем главе, да, скажем так. Назаровского района? Конечно. А в уставе написано, что глава Назаровского района подконтрольно Назаровскому районному совету депутатов. Что вы на это скажете? Ну, вот здесь я могу заблуждаться. Потому что не все статьи нашего устава я еще изучила. Потому что, ну, в силу своей занятости, не все вопросы еще в моей голове отложились. Спасибо.